И сейчас я хочу пригласить сюда, на эту сцену, руководителя разработки C3D, человек, который пришел в нашу компанию в 95-м году, возглавил разработку 3D нашего продукта и руководит нами на данный момент, Николай Николаевич Голова. Включайте. Здравствуйте. Среди САПР есть система, которая выполняет проектирование, счеты и подготовку к производству. Общей для этих систем является геометрическая модель. Геометрическая модель содержит в первую очередь в себе описание геометрической формы. Если геометрическая модель состоит из нескольких частей или должна двигаться как-то, то геометрическая модель в нее включают связи между элементами модели. Если требуется создавать аналогичные модели, то используются связи модели. Если требуется редактировать модель, то в нее включают журнал построения, который еще называют деревом построения. Также модель сопровождается атрибутами, куда включают всю необходимую геометрическую информацию, начиная от номинования, от цвета, заканчивая технологией. Форму можно описать несколькими способами. У нее здесь представлены четыре способа описания формы. Воксинное представление модели описывает геометрию с помощью маленьких элементиков объемов, в качестве которых используются кубики или пирамиды. Такое представление требует много памяти и не очень точно описывает форму. Можно описать форму также с помощью плоских пластин простой формы – четырехугольной или треугольной. Такое представление называется полигональным, оно широко используется сейчас в визуализации, в 3D-принтерах и в других прикладных системах, где используется цифровка 3D-моделей. Одно время модель представлялась в виде набора поверхностей, к которым относятся поверхности второго порядка. Идея состояла в том, что брался набор примитивов, в которые мы относили призму, цилиндр, торс, сферу, бонус. И путем выполнения буревых операций строилась модель. У всех поверхностей второго порядка можно сказать… В общем, все поверхности делят пространство на две части. Можно сказать, что эта часть принадлежит объекту моделируемая для них. Ну и таким образом создавалась модель. Она получила название конструктивно-тернативной геометрии, но в настоящее время не используется в связи с граничностью описания. Большинство кат используют граничное представление для модели. Ну, boundary representation или period. Наверное, с этим сталкивались. Граничное представление описывает генетическую форму модели с помощью грани. Ну, грани – это та же поверхность, только у нее заданное направление «нормаль». У поверхности «нормаль» жестко связано с электронным произведением производных. А у грани можно сказать, что… Ну, назначить, что вот эта сторона будет лицевой, а другая – изнаночной. Грани стыкуются по ребрам, при этом в ребре может стыковаться несколько граней. Если в ребре одна грань стыкуется, то это краевое ребро. Ну, и с помощью граней в конечном итоге строится оболочка. Оболочка – это набор граней, которые строго стыкуются друг другом по ребрам. Среди множества оболочек выделяют однородные оболочки. К ним относятся оболочки, удовлетворяющие к приведенным пяти требованиям. Оболочки не должны быть бесконечными, они не должны пересекать сами себя. Поверхности оболочки должны быть двусторонними. Грани в каждом ребре должны стыковаться так, чтобы лицевая сторона переходила в лицевую сторону, а не наоборот. При этом в каждом ребре может стыковаться не более двух граммей. И при обходе вершины мы должны пересечь все ребра, выходящие из вершины, и посетить все грани, которые стыкуются в вершине. Здесь приведены примеры, которые не удовлетворять этим требованием. В частности, лист медленности бутылка клеена – это односторонние поверхности. Их нельзя покрасить двумя различными цветами. Внешнюю внутреннюю сторону у них нет такого понятия. Бутылка клеена пересекает сама себя. Модель в центре содержит ребра, которая стыкуется больше двух грани. И матрик справа содержит вершину, которую можно обойти, посетив не все грани стыкующиеся вверх. Кат-система – вот примерное представление, из чего она состоит. Конечной целью любой кат-системы является построение модели. Соответственно, есть блок, в котором лежит модель и ее представление. В любой кат-системе присутствуют как минимум два представления модели. Это основное ее граничное представление, точное или первичное представление, и вторичное представление. Ну, как правило, там присутствует проигональное представление, которое используется для визуализации. Могут также присутствовать другие представления, ну, например, чертежные виды модели. Соответственно, частью любой кат-системы является блок управления всевозможными процессами, через которые идут команды. Также в кат-системе есть графический движок, в кат-системе есть интерфейс, который обеспечивает удобную связь человека с системой. И у кат-системы есть эпи, который представляет собой оболочку, скрывающуюся внутреннее содержание кат-системы, и дающие выходы для пользователя, с помощью которой он может создать расширение кат-системы, путем написания своих предложений. Также в кат-системе есть геометрическое ядро, парометрическое ядро и конвертер. Вот геометрическое ядро C3D представляет собой фактически вот три в одном. Это геометрическое ядро, парометрическое ядро и конвертер. Это является одной из особенностей нашего ядра. Кроме этого, наше ядро отличается от аналогов тем, что оно открытое, то есть у него доступны объекты всех классов, которые используются в ядре. И вы можете, внаследовав свои объекты от них, расширить это ядро как вам угодно. Ну и кроме этого, есть еще отличительная особенность – это дополнительный функционал, моделируя вектали из листового вектала и прямое моделирование, которое другие разработчики, как правило, не включают в ядро, оно вообще не может входить в ядро, а создается уже разработчиками кат-системы. Вот модуль C3D модели выполняет построение геометрической модели и математическое обслуживание этой модели в кат-системы. Для построения модели используются различные технологии, в частности, в C3D используется терпетельное моделирование, поверхностное моделирование, прямое моделирование, моделирование из листового вентала. К математическому обслуживанию относятся построение других представлений модели, всевозможные вычисления геометрические и также построение вспомогательной геометрии. Моделирование. Процесс моделирования в кат-системах, как правило, похож на процесс изготовления изделия моделирования. Начинают делать отдельные детали. Отдельные детали делают из каких-то заготовок. Для заготовок в ядре есть операции, которые выполняют выдавленные вращения, транциметанные движения кривых вдоль направляющих, построение тел по плоским сечениям, построение тел по поверхности. Далее, с помощью различных операций эти простые объекты модифицируются, наиболее часто выполняются, опять, булевые операции. Есть много разновидностей булевых операций, к ним относятся резко детали. Симметрию тоже можно отнести к булевых операций, к разновидностям булевых операций. Следующая, наиболее часто используемая операция, это построение скруглений. Скругления могут выполняться с постоянным радиусом, с переменным радиусом. Могут выполняться с фиксированной хордой. Хорды – это расстояние между оборными кривыми. Может выполняться скругление вершины и прилегающих к ней ребер. Скругление может выполняться с сохранением поверхности сопряжения, с сохранением кромки. Ну или еще много вариантов скругления трех граней может быть. Фастка – одна из разновидностей операции. Она выполняется так же, как скругление, только другой поверхностью. Еще одна наиболее часто выполняемая операция по стороне тонкостенного тела, когда удаляется какая-то грань, а оставшимися гранями придается толщина. Такие дистантные тела тоже разновидности для этой операции. В процессе твердотельного моделирования заполняется жирное построение, где записана последовательность операции и все необходимые исходные данные. По жирному построению можно выполнить перестроение модели, построить ее заново. Можно изменить параметры и построить подобные модели. Твердотельное моделирование начально работает с телами. Тело – это совокупность точек, лежащих внутри оболочки, плюс точки, принадлежащие поверхности. А вот поверхностное моделирование работает с совокупностью точек, принадлежащих только поверхности. Там поверхностное моделирование своей операции. Они выполняют поглаживание поверхности или, наоборот, придание определенной кривизной поверхности, резку поверхности, сшивку поверхности и так далее. При этом там есть также булевые операции, но результаты булевых операций вносят несколько иной характер, нежели в твердутельном моделировании. Вот здесь это видно. Также в игре C3D есть методы прямого моделирования. Это когда берется деталь в любой степени готовности, заготовка или готовое изделие. И тоже есть некий набор операций, с помощью которых эту деталь можно модифицировать. В частности, можно взять и перетащить группу граней в другое место. Ну или вот изменить положение граней, изменить диаметр, взять и оторвать группу граней или из группы граней создать отдельную деталь. Можно эту деталь вот размножить. Ну и вплоть до того, что можно определенные грани требуемым образом деформировать. Кроме этого, в игре C3D есть методы моделирования из листового металла. Идея там простая, что деталь создается из листа, поэтому заготовкой служит лист. И там используются операции, такие как гибкая штамповка, закрытая и открытая штамповка, жалюзи. Есть еще операции бунтик и так далее. Теперь, что геометрическое ядро выполняет как функция математического обслуживания генетической модели в САП? Ну, это триангуляция в первую ручку. Триангуляция представляет из себя процесс, называется триангуляция-результат, когда по гереб-представлению получают полигональное представление. Бывают разные способы триангуляции – жадная, оптимальная, литерактивная. Но у нас используется триангуляция, называющаяся триангуляцией Деланэ. Борис Деланэ – это советский математик, который предложил очень простой и эффективный способ создания полигональных моделей. Идея очень простая. Триангуляция называется триангуляцией Деланэ, если она удовлетворяет одному единственному слову, что окружность, описанная вокруг любого треугольника, не содержит внутри себя чужих вершин. Вот эта триангуляция удовлетворяет требования Деланэ, вот эта не удовлетворяет требования Деланэ. Триангуляция такая, чем хороша? Она не позволяет делать неоправдывательные треугольники. И еще плюс – она очень простая. Строится следующим образом. Берется ребром, дальше строится… Ну, виртуально, на самом деле, ничего не строится, а просто сравнивается между собой положение центров окружности, которые проходят через вершины ребра и любую задную точку. И выбирается из всех та вершина, у которой центр лежит, ну, в данном случае, ниже всех других центров окружности, проведенных вот через три задные точки. Там буквально пересечение отрезков. Это выполняется в 2D, и алгоритм очень быстрый. Ну, здесь вот, например, как выполняется триангуляция… Ну, когда алгоритм выполняет триангуляцией, одно ребро, встроит треугольник, потом вот, ну, в данном случае захватывается внутренний контур и так далее. Триангуляция используется для визуализации, как я уже сказал, в первую очередь. Ну, здесь приведены примеры полигональных моделей. Одна и та же модель. Отличаются они тем, что вот в этой модели нормали у каждого треугольника фиксированы, а в этой модели нормали у вершинных треугольников имеет истинное направление к поверхности, которую аппроксимируют данную треугольнику, и они меняются внутри каждого треугольника. И хотя вот эта модель тоже по краям быть граменная, но выглядит она как будто бы гладкая. В полигональном представлении модель выглядит следующим образом. это множество точек, массив точек и массив треугольников, которые ссылаются на номера вершин из будущего массива. Полигональное представление может быть единое для всей модели, может состоять из нескольких частей. то необходимо обеспечить стыковку треугольников на границах. Здесь она обеспечена, здесь не обеспечена. Но это просто делается, если есть исходная модель. Но кроме триангуляции, геометрическое ядро выполняет различные расчеты. Это начинает расчет длин, углов, всяких кубов, габаритных. Вычисляется также площадь поверхности, объем, положение центра массы, момент инерции, и также столкновение элементов модели. Все эти расчеты выполняются с использованием полигонального представления. Ну вот, в частности, допустим, расчет объема. Там используется теорема астроградского Гауса, где объемный интеграл переводится в поверхностный интеграл. Функция f , f — это вектор, и r — это вектор. В данном случае, если мы хотим высчитать объем, то f будет представлять просто вектор r. Если мы хотим высчитать положение координаты x в центре массы, то f будет из себя представлять функция x-овая координата умножить на r. Следующая функция, которая выполняет геометрическое ядро — это построение плоских проекций. Для этого строится каркасная модель, которая состоит из рёбер и линий очерка. Линия очерка — это кривые, которые на цилинге и линии очерка отделяют от пользователя видимую часть от невидимой части. Строится каркасная модель, на неё определяются, какие части этой модели видны и какие не видны. Дальше невидимые части могут быть удалены или другим цветом выведены. А остальные кривые по спроецированию всех этих кривых на плоскости получают проекции. Для каждого вида есть группа лениочек и, соответственно, своя группа видимых рёбер. Параметрическое ядро, которое присутствовало в первоначальной схеме. Дегрессия 3D называется аносит 3D solver. Оно выполняет, обеспечивает взаимосвязь различных элементов модели. Связи элементов модели называются генетическими ограничениями. Ну а генетические ограничения — это некие условия, которые можно выразить с помощью уравнений или неравенства. Ну и фактически C3D solver, он и называется solver, как бы решатель. Он формирует некую систему уравнений и её решает. И потом, в соответствии с этим решением, как-то воздействует на модель и меняет её форму. C3D solver обеспечивает построение сборочных единиц. Для этого используются генетические ограничения, например, говорится, что вот эта точка может двигаться только вдоль этой плоскости или вдоль вот этой прямой. Или там вот эти две цилиндрические поверхности, они могут быть только соосными. Ну и вот такие условия заражаются в виде одного или нескольких уравнений. В принципе, их может быть очень много, этих уравнений, и они дальше каким-то образом решаются. Генетические ограничения можно разделить на две части — это двумерные и трехмерные генетические ограничения. Ну, в как-системах часто используются эскизы. Ну и вот здесь приведём пример генетических ограничений при обменной модели. Здесь закреплена точка P1 с заданной параллельностью вот этими значками. Тут можно так понять, что вот эта горизонтальность задана, вот эта вертикальность, вот эта перпендикулярность двухотрезков задана. Ну и размерами здесь представлены генетические ограничения между точками в виде размеров, расстояния вдоль оси и заданной оси между данными точками. Справа приведён граф. Фактически после формирования системы уравнений составляется некий граф для этой системы уравнений. Граф используется для того, чтобы разбить систему на подсистемы. Там выделяются кластеры, и система может быть упрощена довольно сильно таким образом. Кроме того, генетические ограничения позволяют создавать подобные модели, когда у вас, скажем, там, радиус и длина связаны друг с другом какими-то формулами тоже. И, изменив всего лишь один параметр, у вас вся модель меняет свой размер. Также с помощью генетических ограничений можно моделировать механизмы. Для этого надо связать практически все степени свободы моделируемого объекта друг с другом, ну оставив только несколько степеней свободы. И оставшимся степеням свободы создать некий закон движения. И далее по этому закону, по шагово или покадрово, выполнять решение системы генетических уравнений, которое приведет в соответствующее положение остальные элементы, связанные с тем элементом, степень свободы которого меняется. Ну и таким образом можно снимать и перемоделировать движения. Третьей составной частью геометрического игра секреты является секретный конвертор, который выполняет две основные функции. это чтение сторонней модели в каком-то общеизвестном формате, ну и, соответственно, обратную задачу – запись. То есть представляется внутренняя модель в виде представления в каком-то формате и записывается. При этом используются текстовые форматы. У некоторых текстовых форматов бывают свои бинарные длинники, которые, ну, они повторяют текстовый формат, просто только числа заданы в бинарном виде. И все форматы вот можно разбить на две группы. Одни назначены для граничного представления, для обмена информацией в виде граничного представления, другие – в виде полигонального представления. Геометрическое ядро C3D для граничного представления используют вот форматы STEP, IGES, XT, SALT. Для оригинального представления используют форматы STEP, VMA. Вот почему существуют конвертеры? Здесь все бы было так замечательно, если бы можно было все модели представлять каким-то одним универсальным образом. Но такого не существует. Значит, по причинам следующим, что если бы такое представление существовало, то его бы было сложно менять, а тогда бы это тормозило развитие. Потом в каждой системе описание геометрической модели свое. Ну, это связано со спецификой разработки и прочими вещами. Иногда описание что-то представляет секрет. Ну и вот эти все причины приводят к тому, что пользователям как системы очень сложно переходить с одной системы на другой. То есть если вы купили какую-то систему, начали в ней работать, создали много моделей, то потом, даже если вы захотите перейти на другую систему, она там лучше или дешевле, еще чем-то больше вам подходит, то стоит вопрос, что делать с теми моделями, которые вы уже построили. Ну, вот для этого есть конвертеры. И до недавнего, вернее, на азоле развитие кат-системы это было большой проблемой. Но ее удалось решить, используя нюрпсы. Ну, про нюрпсы слышали все. Надо что-нибудь рассказывать, не надо. Расскажите. Ну, это сплаймы. Сплайновые кривые, сплайновые поверхности. Нюрпс – адбревиатура слова non-uniform, rational, waste-spline, то есть неоднородный, рациональный, базовый сплайм. И вот на основе сплайма строятся кривые. waste-pline – это некая разделенная разность. Вот, значит, есть специальная такая функция, которая представляет себя обрезанную степенную функцию. Ну, это круг, говоря, если взять кубическую параболу, квадратную параболу, четвертую степень параболу, и у нее сдвинуть начало по оси и отрезать все, что лежит ниже точки касания числа в оси, оставить только один хвостик у нее. Вот мы получим вот такую функцию. А дальше выполняем разделенную разность. Разделенная разность – это вот разделенная разность в первых порядках. Разность в двух точках этой функции деленной на разность аргументов. Соответственно, рекурентно строится разделенная разность второго порядка, разделённая разность m-го порядка. Ну вот, таким образом мы получаем V-сплан. Вот V-сплан, где у нас... Вот это нормированный V-сплан, это и есть разделённая разность m-го порядка, усечённой степенной функции... вернее, m плюс первого порядка, усечённой степенной функции n-й степени, домноженный на коэффициент. Это разность между максимальным значением параметра и минимальным значением параметра вот из этого списка. Ну и вот здесь как они выглядят представлены. Вот это V-сплан. Вот построен у него узел T1, сколько тут, 4-шкратный. Вот этот V-сплан, вот, у него узел T4, трижды кратный на 5-ти узлах. Они все построены на функции, где m равно 3, а вот этот индекс, он связан с первой точкой в списке параметров, вот этот с третьим связан, он тройку имеет, вот этот с шестым, он шестое имеет. Вот этот V-сплан, вот, представленный. Если нет кратных узлов, то V-сплан выглядит вот так. Он очень плавно подходит к краям RC. Он всегда положительный. Ну и ещё у V-спланов есть важные существа, которые используются в кривых нюрз. Это сумма всех V-спланов при любом параметре в кривой равна енице. Вот эта кривая, вот эта N от T, это V-сплайн, это точки контрольные, вот это их веса. Ну, для упрощения, если вот можно веса вообще выкинуть, тогда вот этот знаменатель тоже исчезнет. Это просто будет сумма точек с их неким коэффициентом, зависящим параметром кривой. Это вот эти кривые. Вот здесь, например, немножко кривой. Аналогично строятся поверхности. А, это ещё пример. Можно строить дуги окружности таким образом. Ну, кривые второго порядка. Вот в частности, например, это эллипс. Вот. Это набор V-спланов, который описывает вот эту нюрз-кривую. Это узловой вектор, на котором построена эта кривая. Аналогично строятся поверхности. Здесь просто две функции. Одна от U, другая от V. И набор контрольных точек в виде сетки. Их можно представить в виде рядов и слайдцов. Ну, вот. Консистент дней очень много. И сотнями нужно их исчислять. Но генетических и параметрических ядер гораздо меньше. Ну, вот я назову наиболее известные ядра. Это ядро Parasolid. В настоящее время оно принадлежит Siemens компании. Ядро Asys принадлежит компании DASO. Ядро Granite принадлежит компании FTC. Следующее – это ядро 3D-моделлер, которое я вам представляю. Есть ядро Panconcate, наверное, тоже многие знакомы. Оно отличается от всех вышеперечисленных тем, что оно открыто. Представляется в исходных кодах. Есть также параметрические ядра. Наиболее известное ядро Dekubit. Оно практически присутствует во всех CAD-системах. Есть ядро LGC, разработанной компанией Veris. Ну, C3D-Solder. Вот о чем я вам рассказываю. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Я вам даю слово Олегу дальше. Он расскажет дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ